Здравствуйте! Вы смотрите программу «Бизнес-среда», программу развития малого и среднего предпринимательства в Чувашии в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу и продажам научно-производственного объединения «Каскад» Борис Шехтер. Борис Имануилович, здравствуйте! Здравствуйте! Борис Имануилович, расскажите немножко о вашем предприятии. Сколько лет вы работаете на рынке? Чем уникально ваше предприятие? Какую продукцию вы предлагаете своим покупателям? НПО «Каскад», созданное свыше 20 лет тому назад, ориентируется на производство электротехнических комплектующих для энергетики, промышленности и других отраслей промышленности. Высокое качество нашей продукции определяется и сертификацией нашего предприятия по ИСО, различными лицензиями, которые мы имеем для выполнения работ в атомной промышленности, для морского флота и многочисленными отзывами покупателей. Нужно сказать, что многие годы мы поставляем продукцию, очень интересную для производителей низковольтных комплектных устройств. Свыше 300 предприятий России и зарубежья убедились в высоком качестве выпускаемого нами изделия. Что же это за изделия? Основная продукция наша – это электрические соединители для подключения электрических цепей до 1000 вольт на разные токи. Мы поставляем продукцию различных видов. Это цилиндрические прямоугольные соединители, различные наборные соединители, которые позволяют создавать оборудование для электротехники, энергетики, в нефтегазовой промышленности и так далее. Нужно сказать, что среди выпускаемой нами продукции очень большое количество запатентованных изделий. И они очень на сегодняшний день успешно конкурируют с продукцией зарубежных компаний. Причем основные конкуренты наши – это ведущие предприятия зарубежья. И мы сегодня нашли возможность во многих направлениях побеждать их в этом вопросе. Как где-то ценой, где-то дополнительными функциональными возможностями. Например, соединитель СПН-1, который мы выпускаем в довольно-таки больших количествах, с увеличенной длиной контактов, он уникален в своем роде и кроме нас в России его никто не производит. Более того, он позволяет отказаться от импортных соединителей, которые работают на пружинках. То есть я так понимаю, что раз вот кроме вас вот эту вот деталь в России никто не производит, производят только иностранные производители, вы успешно работаете по программе импортозамещения, наверное? – Безусловно. Вообще, с тех пор, как мы появились на свет, мы работали именно в том направлении, чтобы создать соединители ничуть не хуже, чем поставляемые в Россию импортные, а во многих случаях и функционально, и технологически, и технически лучше. И это во многих случаях удалось. Например, вот такой соединитель, который мы выпускаем в наборный, в Россию никто не поставляет, и он пользуется очень большим спросом у российских производителей энергетической продукции. Более того, поставляя различные соединители, мы предложили промышленности особый комплект, комплект для оснащения выдвижных элементов низковольтных комплектных устройств. То есть это все, что необходимо для связи выдвижного элемента низковольтного комплектного устройства с наружными конструкциями и с наружными электрическими цепями. Нужно сказать, что в составе этого комплекта уникальные изделия, в том числе механический привод, который позволяет полностью выполнять все требования ГОСТа, и это позволило нам предложить российской промышленности особые изделия, которые стали пользоваться большим спросом. На базе этих изделий мы создали модули выдвижных элементов, и тут оказалось, что российские предприятия электротехнические могут благодаря этим комплектам выдвижных элементов и модулям выдвижных элементов отказаться от закупок полностью готового иностранного оборудования, ну, шкафов с выдвижными блоками, и перейти на производство своих собственных шкафов, НКУ, блочно-модульные конструкции, с выдвижными блоками. С использованием вашей продукции. Да, безусловно, с использованием нашей продукции, но более того, раз они могут сами делать, они могут перейти и на использование российской аппаратуры, производимой другими российскими заводами. И это, в общем-то, очень значительно подняло возможности производителей низковольтных комплектных устройств и дало возможность повысить отечественное наполнение. Борис Семенович, я так понимаю, что раз вы научно-производственное объединение, вы еще занимаетесь научными разработками? Безусловно, если бы не научные разработки, то мы бы и не смогли это сделать. Мы находимся в тесном контакте с ведущими учеными, как Чувашскими, Чувашский госуниверситет, научно-исследовательские институты, Казанский авиационный институт, научно-исследовательские институты, Санкт-Петербурга, Москвы. И благодаря этим связям, благодаря проводимым совместным работам, мы создаем новые изделия. Так сейчас мы работаем над созданием модульного оптического и электрического соединителя. Такой конгломерат, который позволит широко применять отечественные соединители не только для коммутации электрических цепей, но и передачи оптических сигналов, которые очень нужны для энергетической промышленности, так и для химии и оборонной промышленности. И нужно сказать, что вот это наше стремление к выполнению инновационных разработок, оно поддерживается и Чувашским правительством. Так, например, мы получили поддержку правительства по возмещению расходов на новое оборудование, которое мы приобретаем. Мы при поддержке регионального инжинирингового центра провели много работ, которые позволили нам получить грант фонда Бортника для создания новых изделий. И сегодня мы создаем вот эти новые электрические соединители и практически видим хорошую перспективу в развитии нашего производства. Ну, вы расширяться собираетесь или вот вы там немножко закомплинированы? Нет, нет. Именно вот это видение перспективы нам позволило предпринять меры, чтобы стать участниками создающегося сейчас в Чувашии индустриального парка. Мы, резиденты этого парка, мы получили свыше 16 тысяч квадратных метров для создания нового производства. И несмотря на то, что стены-то еще не построены, но оборудование мы уже приобретаем, размещаем как в старом производстве, так и в арендуемых площадях. Но все делаем к тому, чтобы к моменту запуска нового производства у нас не останавливалось оборудование, не останавливалось производство, а продолжилось развитие создания новых изделий. Вы меняете дислокацию просто. Совершенно верно. Но важным, самым важным, наверное, во всем этом деле, это привлечение высококвалифицированных кадров. Потому что для создания таких изделий нужны специализированные кадры. Сегодня мы их стараемся вырастить, начиная со студенческой скамьи, работая там с чувашскими учебными заведениями. Мы приглашаем на работу высококвалифицированных специалистов, рабочих, конструкторов. У нас всегда есть потребность в высококвалифицированных операторах станков ЧПУ, фрезеровщиков и так далее. Поскольку постоянно наращиваются и объемы производства, и создаются новые изделия. Кстати, насчет новых изделий, они у нас появляются не только благодаря тому, что какой-то из наших конструкторов что-то выдумал, но и по заказам других предприятий. Наша маркетинговая служба общается с различными предприятиями, и они, видя наши возможности, говорят, а почему бы они не сделали такое нужное изделие. И сегодня мы ведем новые разработки для предприятий Москвы, предприятий Челябинска, Новосибирска. Эти разработки являются новинками не только для нас, но и вообще в электротехнике. И думаем, что, ну, наверное, к концу года уже будут работать на наших новых изделиях, ну, где-то около 15 предприятий. Борис Иванович, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, рассказали нам столько интересной информации о вашем замечательном предприятии. Хотелось бы, чтобы о нашем предприятии знали все, и все хотели бы с нами работать. Замечательно, спасибо большое. Я напомню, что сегодня о развитии предприятия, научно-производственного предприятия «Каскад» мы говорили с директором по маркетингу и продажам Борисом Шехтером. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова